Я сказала, все равно посвятительствую, я обещала, да? Хотела что-то сказать? Нет? Значит, я позапрошлое воскресенье была в Ташкенте, там посетила церковь, это тоже было чудесным образом, и вообще вот то, что происходит от Бога лично в моей жизни, оно, как знаете, вот как части от разных людей, и я понимаю, что это действительно слава Божья, это ни от одного человека зависит, ни от меня, ни от какого-то там, не знаю, начальника, это зависит вот от тех людей, которых Бог приложил друг за дружкой. И вот Наталья была на ретрите, познакомилась с женщиной, и в итоге, когда я сказала, что еду в Ташкент, хочу, нужна церковь, мне дали адрес, и когда я этому... А, потом Геннадий выкладывает в интернете такой пост, кто куда, а мы воскресенье в церковь, ну типа того. А вы куда типа идете? И я пишу, я в церковь. Да, я еще не договорилась, куда идти, какой адрес, это была суббота, думаю, быстренько, пока я, короче, не забыла, что я в церковь собралась, дай-ка позвоню, и я звоню пастору, представляете, на его личный телефон, я вообще не знала. Он вообще был в шоке, потому что Узбекистан – это мусульманская страна, кто дал телефон, он начал спрашивать, мое родословное, это Иисуса Христа, как, что, почему? И потом только до меня дошло, что это не рабочий телефон, это его личный телефон, который, в принципе, знают только определенные люди, и я тут такая вторглась, но, слава Богу, отступать было некогда. Я пришла в церковь, меня туда таксист привез, который знал, что, оказывается, за зеленым забором находится та самая церковь. Я сразу думаю, что я, я же дитя Божие, я иду сразу к пасторю, я знаю, как его зовут, мы с ним лично познакомились. Вообще, у меня такое впервые, я обычно как мышка прихожу, сажусь на задний ряд и слушаю, а тут я решила, короче говоря, ну, все разузнать, потому что у нас там в Ташкенте команда, я знаю точно, люди будут каяться, и надо место, чтобы их уже пристраивать. Ну, и Бог так распорядился, что было очень такое интересное слово. И, знаете, я когда вышла с этой церкви, пастор всех провожал, и я ему сказала, что то, что я получила, это проблема моей пятилетней давности. Вот я свидетельствовал Валерии, рассказывал нам проповедь, что у кого-то цепи внутри, вот у меня были реальные цепи внутри. Я постараюсь объяснить такие интимные вещи, поэтому я решила, что я расскажу, поэтому постараюсь все-таки это сделать. Я ревела все служение. Я поняла, что я ни в чем не виновата, что Иисус Христос, Он реально, Он освободил. И я заметила такую тенденцию, что когда я уезжаю с дома, мы проводим тренинги, общаемся с людьми, мы постоянно коммуницируем, но где-то на третий-четвертый день я начинаю хотеть просто физического касания. Я начинаю ходить и обнимать людей. Я прихожу и говорю, я давно одна, в смысле, я без семьи, они меня хорошо знают, мои партнеры, девчонки, давайте обниматься. И мы ходим, знаете, я уже второй раз, я замечаю, что я хожу со всеми и обнимаюсь. И вот я в этой церкви в Ташкенте, мне Бог открывает, что есть же люди, которым нужно касание физически, кому-то слово нужно доброе, а мне нужны были касания, и мне Бог открывает, что те вещи, которые, ну мы же к Богу пришли не сразу, мы с Сашей уже будучи женаты, что те вещи, которые я накосячила там в своей юности и которые не давали мне покоя даже в семейной жизни, все люди взрослые, все понимают, о чем я говорю, оказывается, они вкроются не в том, что я такая, извините, что у меня какой-то грех, который Иисус не может победить, мысли какие-то залетают, вылетают, перелетают, и вообще ты в итоге жертва этих мыслей, а что на самом деле, это вообще, может, это посеяно было родителями, а может быть, ну, недолюбили, недоласкали, а может быть, им было посеяно еще кем-то, а может быть, война, в конце концов, и мои бабушки, дедушки вообще не знали, что такое пойти там кого-то обнять, приголубить, а когда девочка этого не получает, она его где ищет? Тут много психологов, я не буду рассказывать. Да, Машеньку, прижмите крепче. И представляете, я получаю такое освобождение, что мне вообще по барабану, кто со мной рядом? Мужчина, женщина, это человек во Христе, он не представляет никакой опасности ни для моих мыслей, ни для моего сердца, ни для моих побуждений, и я наконец-таки поняла, что я ни в чем не виновата. И я такое получала освобождение, я думаю, Господи, ну все, теперь я все могу, теперь реально цепи упали, и я приняла, что Иисус Христос, Он меня не осуждает, Он просто раз и навсегда покрыл этой любовью, и я ему говорю, мое отношение вообще к людям, оно стало другим, я не знаю, что произошло, и я очень благодарна вообще Богу, Который все так сопоставил, ну и как бы как хэппи-энд, мы прилетаем сюда, и у нас тут такой просто, знаете, райский стол, мы попадаем на семейный семинар, когда можно не только, вот тут я все порядок навела, Бог все очистил, убрал, в голове моей произвел унитаз, и выцянуло все, а тут сейчас мы наполняемся, все по-живому, по-новому, взаимоотношения, короче, Бог велик, и Он во всех сферах действует, я воздаю Ему славу, надеюсь, кому-то было, подмигните, кому было полезно, слава Иисусу! Спасибо! 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 Спасибо!